Дорогие сотрудники системы исправления наказаний, исполнения наказаний, уважаемые ветераны и представители власти нашего региона, хотелось вас поприветствовать и поздравить. Дата не крупная, но все-таки не всякое учреждение, не всякая система нашего региона и страны может похвалиться такими традициями, такой истории. Скажу больше. История взаимоотношений церкви и системы исполнения наказаний насчитывает значительно большие сроки. 2000 лет назад Бог, пришедший на землю, Иисус Христос, сам прошел через учреждение, через тюрьму, темницу. Он был заключен накануне распятия и воскресения своего. Он находился в темнице, и эта темница, она по сей день сохраняется. В Иерусалиме можно прийти, спуститься в этот подвал, увидеть очень непростые, так прикоснуться к непростым условиям, в которых он находился. Такая каменная плита, в которой пробиты два отверстия. Это как лавка, в которую вставляли ноги, заковывали в кандалы. И вот человек находился в таком состоянии неопределенно долгое время. Христос прошел через темницу и дальше. Если открываем жития святых, начиная с самых первых святых мучеников, и продолжая святыми, которые прославлены уже в 20 веке, их путь очень тесно связан с, как у нас говорят, местами не столь отдаленными. Но что интересно, что вот это соприкосновение, я так скажу по-старинному, архаически, стражей темничных сотрудников, тех, кто охраняет заключенных и заключенных христиан, они изменяли, взаимно изменяли к лучшему состояние души и тех, и других. Когда святые люди оказались в заключении, общение с персоналом, с охраной, очень часто завязывало такие отношения, что и сами охранники, сами сотрудники этих тюрем, темничные стражи, как их называли, они становились святыми. И обратная ситуация. Доброе, сердечное, милосердное отношение сотрудника тюрьмы, христианина, попавшим по делу в заключение, людям меняло его сердце, меняло его жизнь, так, что впоследствии мир узнавал имя нового святого. Ничего в мире не меняется. Живут те же люди, есть те же отношения. Мы имеем возможность нести в этот мир добро, правду, любовь, милосердие. А можем не нести. Каждый делает свой выбор. И очень хорошо, что сегодня такое доброе взаимодействие между Русской Православной Церковью и управлением и сотрудниками системы исполнения наказаний в нашем регионе, оно реализуется. Больше 50 священников, священнослужителей, несут свою службу вместе с вами, занимаясь как общением, соучаствуя в исправлении лиц заключенных, также и поддерживая отношения с сотрудниками системы исполнения наказаний. Я бы хотел пожелать, чтобы сохранялась добрая древняя традиция о том, чтобы взаимно освещались, просвещались от встречи с правильными христианами люди, чтобы и людям, которые оказались в местах не столь отдаленных, чтобы в их жизнь приходил свет Божий. Исправление. Кстати, исправление, изменение по-гречески, переводится в греческий, покаяние. Покаяние. То есть можно сказать, что у вас не система исправления, а система покаяния. Вот, мы занимаемся одним делом. Хотел бы пожелать, чтобы вот эти встречи приносили свои плоды, правильные, добрые плоды, чтобы в вашей жизни было больше света, как в сегодняшний замечательный солнечный день, и в жизни тех людей, которые находятся под вашим попечением, чтобы тоже было добро. Я хотел сейчас поблагодарить и передать некие знаки нашей благодарности тем сотрудникам, с которыми особо добрые сложились отношения и во взаимодействии с которыми достигаются, пожалуй, наилучшие результаты. Благодарю всех вас и поздравляю со 144-летней годовщины образования системы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!